друзья перед посмотрим ролика попрошу вас поставить лайк и может быть подписаться мы молодой развивающийся канал и для нас это очень важно начнем с того что у нас попросили сделать телеграм-канал поэтому мы его сделали ссылка в описании сейчас запишем в полевых условиях короткое видео мне кажется он будет актуально надо было записать что позавчера есть новость что российские некоторые государственные сайты правительственные банковские и так далее они стали недоступны то ли значит вообще то ли из некоторых браузеров как так получилось и как это связано с технологией ссс как это связано с сертификой а то здесь как это связано с тем что они находятся только на западе и почему их нет у нас и собственно мы немножко все это затронем не очень профессионально потому что это не во первых потому что у меня сейчас нет времени делать какие-то более профессиональные взгляды на и более серьезные такие видео которые которые объясняют о том, как работает, соответственно, асимметричное шифрование и все вот это. Соответственно, вместо этого просто запишем супер-супер простое видео, как я объяснил своим родственникам примерно о том, почему и что вообще произошло. Значит, давайте разберемся, да, почему так получилось, что при, казалось бы, полной самодостаточности всех наших серверов и всего такого, как бы все равно получается так, что есть какая-то часть, которая... есть что-то, какие-то палки в колеса, которые смогли вставить и сугубо тем сайтом, которым захотели, чтобы все у нас сломать. Значит, есть такая технология SSL, она же сейчас называется TLS, но сертификаты по-прежнему называются SSL, поэтому вы можете встретить оба этих названия, это просто разные поколения, практически одной и той же технологии. Для чего она нужна? Когда-то давно-давно информация передавалась у нас в интернете просто через протокол HTTP, и она передавалась просто в виде текста. То есть любой посредник, ну, например, если вы подключились бы на свой роутер и могли бы получить просто расшифровку всей той информации, которая передается, вы бы смогли, соответственно, вытащить всю ту, абсолютно всю информацию, которая у вас находится в... которая передается в формах. Если она не была зашифрована каким-то особым образом, то есть тем, кто разрабатывал сайты, им какую-то информацию приходилось шифровать по-своему каждый раз, не было единого стандарта, это было неудобно. И самая главная опасность, что любой человек, который находился посередине между вами и тем сервером, на который вы пытаетесь подключиться, к примеру, это может быть кто-то, кто взломал, например, точку доступа в вашем кафе, в котором вы сидите, например, или это может быть абсолютно легальный ваш провайдер, который почему-то захотел посмотреть, куда вы ходите и что вы делаете. Ну и, соответственно, для этого появилась технология SSL. Она же... вы же можете видеть про то, что когда вы заходите на сайт, он не HTTP, а HTTPS, то есть Secure гипертекст. Ну и, соответственно, что за Secure? Secure значит, что вся сама информация, она все, кроме точки назначения и типов да, и типов протокола коммуникации, проходит зашифрованно. То есть самого текста, самого гипертекста как такового вы там не увидите. И даже если вы подключите, взломаете роутер или просто возьмете, зайдете на свой роутер, попросите его скопировать прямо по байтовую выжимку данных, которые он передает от вашего клиента, от вашего телефона, к, соответственно, вашему компьютеру, вы не найдете... к серверу вы не найдете там никакой информации, кроме той, куда вы пытаетесь получить доступ. Соответственно, как это происходит? Вернее, это все хорошо, асимметричное шифрование это просто, но возникает один вопрос. А если я притворюсь по ту сторону, собственно, сервером, скажу, что я хочу получить доступ к серверу 1.1.1.1, как бы, и вы скажете, окей, типа устанавливаем. То есть, иными словами, если я буду вести передачу данных по шифрованному каналу, но при этом сами данные, данные будут шифрованы, но при этом мне ничто не мешает взять и полностью притвориться этим сервером. По какой-то причине. И тогда у нас или в процессе передачи данных взять и подменить сервер. В общем, неважно, потому что в процессе, наверное, будет сложно, но я могу изначально не притвориться. То есть, иными словами, у нас есть необходимость абсолютно точно понимать, что сайт Яндекс.ру — это действительно Яндекс.ру тот самый, чтобы не возникло недоразумений. И это если очень просто. То есть, я не вдаюсь сейчас в тонкости, но если просто, это так, действительно так. Если это так, то как нам сделать так, чтобы мы точно знали, что тот человек, к которому мы пытаемся попасть, это тот самый человек и тот самый сервер, куда мы пытаемся попасть. Для этого придумали некие сертификаты. Сертификаты эти должны выдаваться неким третьим лицом. То есть, есть некое третье лицо, есть некая цепь доверия, так называемая, chain of trust. И по соответствии с некой довольно сложной цепью доверия, о которой я не буду рассказывать, они есть видео, возможно, я закреплю его. Соответственно, исходя из этого, по цепи доверия передается информация о том, кому можно, кому нельзя доверять. В смысле, кто является действительно тем, кем он заявляет себя, а кто нет. Ведь в конечном итоге я могу действительно подменить и DNS-запрос каким-то образом, и могу подменить IP-адрес Яндекса. В общем, могу сделать что угодно. Вернее, могу вам выдать DNS-запрос, но на роутере создать абсолютно подменный IP-адрес. Чтобы этого не произошло, опять же, да, есть некие сертификаты, и эти сертификаты выдаются третьим лицом. Как проверить достоверность третьего лица? Это хороший вопрос, и этот функционал, он, скажем так, я тут могу, кстати, ошибаться, но он вшит в браузер. То есть, иными словами, мы изначально договариваемся о том, что есть некий такой захарткоженный, в кавычках, захарткоженный функционал, который позволяет нам удостоверяться о том, кто есть доверенное лицо, у кого мы можем спросить, и мы можем заранее узнать, он ли это, у которого мы можем узнать, соответственно, является ли тот, с кем мы связываемся, тем, с кем мы связываемся. Эта технология вот и есть SSL, а тот самый сертификат, который ты показываешь, чтобы подтвердить, что ты – это ты, бумажка, он называется SSL-сертификатом. Соответственно, и эти службы, которые выдают, подтверждают SSL-сертификат, их несколько, их не так много, но их не одна, их много, они выдают, они, соответственно, все находятся на Западе. Вопрос, почему они находятся на Западе? Ну, потому что мы банально не доверяем своим собственным SSL-службам, и самое главное, те, кто производит браузеры, тоже не доверяют им, и интернет им в целом не доверяет, потому что тот, если SSL-служба, которая выдает сертификаты, в смысле, сертификат authority, он ненадежный, то ему ничто не мешает подменить все-таки третье лицо и, например, поставить туда товарища майора и, соответственно, сказать, что ты общаешься с Яндексом, но через товарища майора, и при этом все равно говорить, как будто ты общаешься с Яндексом напрямую. Я, может быть, немножко завалированно сказал, но если вкратце, если орган, который выдает вам, грубо говоря, паспорта, есть подозрение, что он работает, скажем так, не совсем добросовестно, то у вас не будет ощущения, что ваши данные и ваши личные данные приватные и так далее. Вот, собственно, тот орган, который выдает вам паспорта, он может очень большую власть иметь над вами. Вот. И, соответственно, из-за этого все вот эти сервисы, все SSL Certificate Authorities, они отказались работать конкретно с российскими государственными сайтами и попросту отказались выдавать им HTTPS сертификат. Собственно, чтобы этот сертификат получить, вам нужно пойти на сайт к вот этим Certificate Authorities и купить его, просто купить. Ну и, соответственно, есть теперь вопрос, прецедент, что, возможно, мы можем остаться без, ну, как бы территория РФ, РФ-сегмент может остаться как без сертификатов, так и это такой небольшой, в кавычках, террор с той точки зрения, что ты можешь выдавать сертификаты тому, кого считаешь нужным и так далее. Вот. И, собственно, сейчас быстро, оперативно, ну, как оперативно, я подозреваю, что уже были сделаны шаги заранее, были подняты отечественные, ну, российские Certificate Authorities, но проблема в том, что их нужно вшить на уровне браузера, то есть ваш браузер должен знать и доверять им. И, собственно, именно отсюда причина, почему те браузеры, которые в первую очередь поддерживаются прямо со всеми российскими разработчиками и российскими компаниями, и в них в первую очередь появилась поддержка вот этих российских Certificate Authorities, и, соответственно, исходя именно из этого, те браузеры, как вот Atom и Яндекс.Браузер, ну, вы, наверное, Яндекс.Браузер знаете, в первую очередь получили поддержку отечественных вот этих центров сертификации, которые, собственно, и могут сертифицировать российские сайты, не связываясь с западными, и, соответственно, это не значит, что в целом ИЧТТПС в России умрет для русского сегмента, но это точно значит, что вам придется для этого использовать какой-то браузер, в которой вы можете, в котором либо поддерживать сертификаты изначально, либо, вот тут я, опять же, не знаю, может быть, вы можете внести в любой браузер свои собственные сертификаты, и, возможно, для кого-то, ну, я думаю, для вас, если вы смотрите это, ну, скорее всего, будет проще, конечно, внести свои сертификаты, если это возможно. Я думаю, появится много гайдов, но я надеялся очень понятным, простым языком объяснить для всех, собственно, что это такое, как с этим жить и так далее. Опять же, это не так, что прямо очень сложно работает, вот, но если вы хотите разобраться, я думаю, там, часа два у вас уйдет на то, чтобы, если вы уже понимаете, как работает асимметричное шифрование, у вас уйдет часа два на то, чтобы понять, как все это работает и делать какие-то выводы самому уже из этого, вот. В общем, вот так. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...